Всем привет! Вы на канале TourTravel Stories и сегодня мы приехали в Краснодар. Вашему вниманию предлагается стадион Краснодар, который расположен в парке Галицкого. Или по-другому парк Краснодар. Благодаря Галицкому как раз этот парк и появился на свет. Кто не знает, Галицкий это основатель сети Магнит. Краснодар у нас перевалочный пункт. Мы в него приехали после города Каменс-Шахтинский, где посетили парк Лога. А сюда приехали специально, чтобы посмотреть этот парк. А сейчас перед вами французский сад, который находится на территории парка. Сейчас мы туда спустимся и прогуляемся. По всему парку установлены фонтаны. Красиво высажены деревья. Здесь прям целая аллея из маленьких фонтанчиков. И по бокам, по обе стороны установлены скамейки. Можно посидеть, отдохнуть. Классная идея. Прогуляемся немного по этой аллее. Интересно, фонтанчики всегда такие маленькие или иногда включаются повыше. Мы подошли к такому интересному месту. Это скульптура из четырех голов младенцев. Называется композиция «Внутренний ребенок». Она окружена вот такими необычными растениями высокими. А также из интересного есть вот такие необычные деревья. Здесь можно посидеть вдвоем, приобнявшись с любимым человеком. Вообще парк насыщен различными деревьями и кустарниками, которых в нашей полосе Московской области нет. Такие южные все растения. Очень красиво. Очень необычная скульптура. В ней можно увидеть свое отражение и, возможно, своего внутреннего ребенка. Вспомнить, какие вы были счастливы в детстве. И, возможно, найти какие-то моменты, которые вас радуют сейчас. Здесь также высажены деревья, такие небольшие, в японском стиле. Рядом с таким необычным водопадом. Очень приятное место. Водопад находится напротив французского сада, в который мы сейчас тоже пойдем. Я вам все покажу там. Скульптура «Внутренний ребенок» находится на небольшом возвышении. И сразу рядом есть один из входов во французский сад. Посмотрим сейчас, что там интересного. Я думаю, просто высажены красиво деревья. Ну, конечно, до французского сада настоящего далеко, этому саду небольшому. Но все равно довольно красиво высажены деревья. И самый лучший вид на этот сад, конечно, со смотровой площадки, которую я вам показывал в самом начале, с видом на стадион. А здесь, конечно, ну, такой себе вид, если честно. А это у нас народ, как может, занимается зарядкой. Не знаю, что делает женщина. Просто прыгает. Вот так можно спокойно прогуляться среди кустарников и деревьев. Там вдалеке идет супруга с ребенком. Все никак не можем ее уложить. Море впечатлений у нее. Поэтому, наверное... Еще по всему парку высажены вот такие деревья, необычные, колючие. Я такие первый раз вижу. Не знаю даже, с какой страны они привезены и посажены здесь. А может быть и местные растения довольно высокие. Кстати, в Краснодаре сегодня тепло. Обещают до 29 градусов. Для конца сентября это просто топчик погоды. Мы прогуливаемся дальше по парку. Дошли до террасированного парка. Видите, здесь растения все высажены террасами, несколькими такими уровнями. И самое удобное то, что здесь везде есть скамейки по территории на любом из уровней. Очень удобно. А там у нас вдалеке футбольный стадион Краснодар. Конечно, очень приятное место для прогулок. Но не сравнится с парком Лога, в котором мы уже были. Если не смотрели выпуск оттуда, обязательно посмотрите. Но все равно, если приезжаете в Краснодар, обязательно сюда приходите погулять. Место шикарное. Тоже очень необычное место. По кругу высажен кустарник. И можно поиграть на инструментах. Как видите, играют и взрослые, и дети. Очень много, конечно, здесь вот таких вот деревьев. В различном стиле. В основном японском. Здесь, кстати, недавно открыли японский сад. Куда мы сейчас и направляемся. Там, я думаю, вообще очень все красиво сделано. А это вот тоже такие вот терраски. Необычные. Тоже можно вот так присесть, передохнуть. Место очень похоже на кинотеатр. Скорее всего, здесь проходят сеансы кино, возможные концерты. По всему парку очень много инсталляций из таких вот красивых деревьев. Много людей сидит даже в будни. Хотел сказать еще по поводу японского сада. У нас не получилось туда попасть, потому что там надо отстоять очередь. Здесь где-то человек 150-200, чтобы попасть внутрь по каким-то QR-кодам. Вот. Есть обходной путь, это забронировать столик в японском ресторане, который на территории сада находится. Но на сегодня уже все забронировано. Поэтому у нас не получилось туда попасть, к сожалению. Ну, ничего страшного. Возможно, в следующий раз. Здесь, в принципе, в парке еще есть места, которые можно посмотреть. Здесь еще есть интересное место. Это зеркальный лабиринт, по которому я сейчас как раз пройдусь. Пока, если честно, зеркал особо не вижу. Либо вот это и есть такие зеркала. Я просто, если честно, думал, что здесь будут кривые зеркала. Но, видимо, только такие есть. Очень необычно внутри лабиринта высажено вот такое дерево. Небольшой прудик с японскими карпами. И очень-очень много людей вокруг. Здесь такой тенек, прям классно. Очень много здесь карпов плавает. Красивые такие. И вот такие вот люди здесь наблюдают за ними. Очень много людей. Здесь тенек. Классно. Очень приятное место. Это, видимо, все люди, которые не попали в японский сад. Хотя бы рыбками насладятся. Мы подошли к следующей достопримечательности. Называется на кратер. Такой небольшой фонтанчик. Там спускаются ступеньки. Можно к самому низу спуститься. И в центре этого прудика тоже будут японские карпы плавать. И здесь даже побольше. Вот такие красавцы здесь плавают. Очень их много. И, как видите, тоже очень много здесь народу вокруг. Как вовремя. Оказывается, здесь вокруг вот такой фонтан включается в определенное время. Хорошо, хоть можно выйти отсюда. Но очень необычно. Тут можно даже пройтись внутри водопада. Вот так вот. Ух ты жё! Необычно. Главное не намочить фотоаппарат. Ещё одна необычная инсталляция в парке. Называется Абстракта. Эта инсталляция навеяна Древним Римом. В ней узнаются колонны старого разрушенного города. Античность. Всё такое полупрозрачное. Достигается всё это за мелкой сеточки. Очень классно выглядит. Необычно. Тут очень приятно просто гулять. Дочка наконец-то уснула. Фонтан тоже выключили. Он, конечно, настолько шумный. Но место, конечно, потрясающее. Столько сразу эмоций получаешь. Молодцы. Здесь постоянно что-то достраивают. А это место называется у нас Стремительная река. Можно здесь пройтись. Не знаю, насколько здесь глубоко. В общем, такие мини-водопадики. Всё в воде. Есть внешний диаметр и внутренний диаметр. А в центре у нас много скамеечек, где можно прилечь. И отдохнуть. И отдохнуть. Как видите, желающих очень много. Вообще, очень парк. Приятное место для отдыха. Для спокойного отдыха. Хотел я пройтись по нему. Но в кроссовках это нереально. Видимо, только босиком можно. Потому что глубина довольно большая. Мне кажется, сантиметра три подошва не справляется у кроссовок. Вокруг растут очень красивые деревья. Мы здесь даже видели пальмы. Сейчас пойдём поближе. Покажем вам их. Да, при солнечном свете. Это зелёная стена. Становится жёлтой. Красота. Вот она, краснодарская осень. Это ещё один фонтан на территории парка. Называется Infinity. Пока не очень понимаю, почему Infinity. Может быть, из-за того, что вода постоянно стекает бесконечно. Можно вот так вот вниз спускаться. Как видите, сверху такой прудик. И вниз постоянно стекает водичка. Очень так необычно. И есть даже зеркала. Ну, тоже приятное место. Шумное, правда. Класс. Какая всё-таки красота. Смотрите, можно сесть внутрь и оказаться внутри водопада. Фонтан находится прямо рядом со стадионом. Вокруг фонтана, кстати, высажено очень много туй. И воздух здесь просто шикарный. Ты ощущаешь весь этот аромат целебный. Ну, сейчас я тоже прогуляюсь внутрь. Ощущения нереальные. Смотрите, какая красота. Не знаю, слышно меня или нет. Но, надеюсь, микрофон передаст мои эмоции. Вообще суперски. Здесь даже приезжают молодожены сфотографироваться рядом с этим водопадом необычным. Просто нереальное место. Наверное, мой топчик в этом парке. Какая красота здесь высажена. Смотрите, деревья вот такие вот. Все в розовых листочках. Выглядят шикарно просто. Это у нас вход в японский сад, в который мы не смогли попасть. Потому что очередь сюда огромная. Пройти можно только по QR-коду. А чтобы его получить, нужно простоять в очереди 2 часа. С ребенком это не вариант на такой жаре. Ну, вот, чтобы вы понимали, такой трэш здесь творится. Занимают очередь в два терминала. И стоят 2 часа, чтобы получить билетики в японский сад. Ну, это, конечно, вообще жесть. Причем заранее билет получить нельзя. Только в определенное время. Поэтому на такой жаре это истинное мучение. Могли бы сделать выдачу таких билетиков хотя бы через интернет. Ужасная организация, конечно. Вот как-то так выглядит выдача QR-кодов. На каждом терминале по 70 мест. Немного через забор вам покажу, как выглядит прогулка по японскому саду. Здесь, конечно, не так много мест видно. Но примерно, чтобы вам понимать масштаб. Мы чуть не пропустили очень популярное место в парке. Здесь в инсталляции искусственная среда. В центре высажено дерево. Все думают, что это баобаб. На самом деле это хлопковое дерево. Но очень похоже, я смотрю. Красивое. Инсталляция тоже выглядит очень необычно. Видимо, все это дело из пластика. Перевернутые люди, которые запутались, как будто в сетке. Все с мячами. Может, это какие-то волейболисты. Не знаю. Очень необычно. На самом деле, дерево за таким огромным забором, точнее, стеной, что его сложно заметить. Хотя оно находится рядом со входом в парк. Практически в нескольких метрах от стадиона. А это у нас новое место в парке Галицкого. Называется парк облаков. Его еще до сих пор делают. Наверное, откроют уже, я думаю, к следующему лету. Потому что работа еще не початый край. Но уже территория выглядит неплохо. А вот еще одна достопримечательность. Называется Капля. Тоже все с ней фотографируются. Можно увидеть свое отражение. Называется в Москве так и не сходили в Магадан. Хоть в Краснодаре сходим. Давно хотели в этот ресторан рыбный. Сейчас что-нибудь интересненькое попробуем здесь. Меню довольно богатое. Первое блюдо, которое нам принесли, это мини-чебуреки с крабом и креветками. Следующее блюдо нашего шикарного ужина, это салат с кальмарами и томатный суп Буябес с морепродуктами. И гвоздь программы взял себе 4 устрицы. Очень давно их не ел, наверное, пару лет. Когда, наверное, последний раз были в Сочи. Мы взяли магаданскую уху и мидии под соусом Дорблю. Напоследок взяли сладкое, лимонный тарт, американо, капучино и трюфельные конфетки. Мы отужинали в ресторане Магадан. Отличное место. Все время хотели его посетить в Москве, но никак не удавалось. Но посетили в Краснодаре. По приезду в Краснодар мы поселились в отеле Ред Ройл. Довольно большое здание. У нас номер на третьем этаже. Его вам покажу немного попозже. Единственный момент, нам не понравился, это то, что нету чайника, соответственно, не подогреешь воду. Для нас это очень критично. Сейчас мы пройдем внутрь. Вот так красиво выглядит фойе нашего отеля. Это у нас ресепшн. Очень приятно здесь посидеть. Внизу даже есть бар. А это у нас холл перед номерами. Здесь есть диванчик и кулер с холодной горячей водой. Вроде как и прикольно, но нам, например, Веронике нельзя. Обычную воду мы ей греем специально из бутылок. Покажу вам наш номер. Огромный. Студия. Обошелся он нам 11,5 тысяч на две ночи. Номер просто огроменный. Он, видите, разделен вот такой перегородкой. Есть большая кровать. Детская тоже кроватка. Специально сказали, чтобы принесли. Также есть диван. Тоже для чего-то нам разобрали. Хотя у нас ребенок маленький. Огромные панорамные окна. Телевизор. Много шкафчиков. Здесь еще у нас письменный стол. Сейчас вам покажу ванну. Такая у нас ванна. Огромная здесь. Душа нету. Но есть джакузи. Довольно большой. Со встроенным душем. И вот такая вот огромная ванна. Биде. Туалет. С огромным зеркалом. Покажу вам нашу столовую. Точнее, это ресторан в отеле, где мы завтракаем. Выбор довольно большой. Здесь куча еды. Здесь овощи всякие. Там картошечка. Все как положено. Блинчики. Также здесь можно овсянку поесть. Большой выбор нарезок. Немного овощей. Сладость. И чай. С зерновым кофе. Самое удобное, то что здесь приходишь к 7-8 утра и никого нет. Можно спокойно позавтракать. Также рядом со стадионом есть аллея из пальм. Очень здесь красиво. Разные деревья высажены. На этом наше путешествие по Краснодару закончено. Нам очень парк понравился. Сюда определенно стоит приехать, когда вы едете на юг. поэтому спасибо вам за внимание. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Всем пока!